Николай Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Глава первая. Иван Иванович и Иван Никифорович. Славная бекеша у Ивана Ивановича, отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть! Какие смушки! Сизые, с морозом! Я ставлю Бог знает что. Если у кого-либо найдутся такие, взгляните ради Бога на них. Особенно, если он станет с кем-нибудь говорить. Взгляните сбоку. Что это за объедение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи, Боже ты мой! Николай Чудотворец, угодник Божий! Отчего же у меня нет такой бекеши? Он сшил ее тогда, еще когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и бекешу, и исподняя, сам останется в одной рубашке, и отдыхает под навесом, и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно! Там ветви и врываются в комнату! Это все перед домом! А посмотрели бы, что у него в саду! Чего там нет? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница! Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни! Это его любимое кушание! Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает габке, принеси две дыни! И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать! Потом верит габке принести чернильницу и сам, собственную рукою, сделает надпись над бумажкой с семенами «Сия дыня, сиедина такого-то числа!» Если при этом был какой-нибудь гость, то участвовал такой-то и такой! Покойный судья Ниргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ивановича. Да, домишка очень не дурен! Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенечки, так что, если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом. Ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промежь дерев мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбранными ставнями. Прекрасный человек Иван Иванович! Его знает и комиссар Полтавский, Дарош Тарасович Пуховичко. Когда едет из Харола, то всегда заезжает к нему. А прототоп, отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберется у него человек-пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. Боже, как летит время! Уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Габки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни. Или грушу. Габка у него носит ключи от комор и погребов. От большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы ключ Иван Иванович бежит у себя и не любит никого туда пускать. Габка, девка здоровая, ходит в запаске свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедший в нее Иван Иванович, раскланившись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта. Здорова, не бога, обыкновенно говорил он, отыскавший самую искалеченную бабу в изодранном, сшитом из-за плат платье. Откупанночку из хутора пришла. Третий день, как ни пила, ни ела, выгнали меня собственные дети. Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда? А так, паночку, милости не просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? Хм, что ж, тебе разве хочется хлеба? Обыкновенно спрашивал Иван Иванович. Как не хотеть? Голодна, как собака? Хм, отвечал обыкновенно Иван Иванович. Так тебе, может, и мясо хочется? Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна. Хм, разве мясо лучше хлеба? Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо. При этом старуха обыкновенно протягивала руку. Ну, ступай же с Богом, говорил Иван Иванович. Чего же ты стоишь? Ведь я тебя не бью. И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу или к судье или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостиницу. Это ему очень нравится. Очень хороший, также человек, Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой у приятелей, каких свет не производил. Антон Прокопьевич Попопус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя поговаривали, что он женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Нет. Откуда выходят все эти сплетни? Так как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом на зади? Но эта выдумка так нелепа и вместе с тем гнусна и неприлично, что я даже не почитаю нужным опровергать предпросвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм. И то у весьма немногих есть на зади хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужскому. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно, как в сон после купания. Иван Никифорович, напротив, больше молчит, но зато если влепит словцо, ой, то держись только, отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав, высокого роста, Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку, хвостом вниз. Лежит в одной рубашке под навесом вечеру, надевает бекешу и идет где-нибудь или к городовому магазину, куда он поставляет муку или в поле ловит перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце, если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставит спину на солнце и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова, и тотчас обидится, и если услышит его, Иван Никифорович иногда не бережется. Тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит, довольна, довольна, Иван Никифорович, лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова. Иван Иванович очень сердится, очень, если ему попадется в борщ муха. Ой, как сердится! Он тогда выходит из себя и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар. И очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза. Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже, сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь. Если с чем бывает недоволен, о, тот сейчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит. Хоть и обрадуется чему-нибудь, но не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно было бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот, несколько похож на букву ижицы. У Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. Иван Иванович, если поподчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и поднеш и скажет, если мы с ним знакомы, смеяли просить, государь мой, об одолжении, то смеяли просить, государь мой, не имея чести, знать чина, имени и отчества, об одолжении. Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только. Одолжайтесь! Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох, и оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбранив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру. Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович прекрасные люди! Глава вторая, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем, и чем он окончился. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сук и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа он долго оглядывал коморы, двор, сара и кур, бегавших по двору, и думал про себя. Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строения, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоянная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же мне еще надо? Чего у меня только нет? Хотел бы я знать, чего нет? Задавший себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался. А между тем, глаза его отыскали новые предметы, перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залеженное платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с обшлагом протянул на воздух рукава и обнимал парчевую кофту. За ним высунулся дворянский с пуговицами, с отъеденным воротником, белые каземировские панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро повисли другие в виде буквы «Л». Потом синий казацкий бешмет, который шил себе Иван Никифорович, назад тому лет двадцать, когда готовился быть вступить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась шпага, походившая на шпиц, торчащие в воздухе. Потом заверделись фалды, чего-то похожего на кафтан, травянистого цвета, с медными пуговицами, величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотом, с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла. Старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь, вместе составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище. Между тем, как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлак или часть золотой парочи, или, играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который развозят по хуторам кочующие пройдохи. Особливо, когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу. За вертепом визжит скрыбка. Цыган бренчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных хуторянок. Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком, когда-то алого цвета, золотым шитьем и медными бляхами. Вот голубая баба, подумал Иван Иванович, она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать. И точно. Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. Что же это значит? Подумал Иван Иванович, я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что же это он? Стрелять не стреляет, а ружье держит. На что же она ему? А вещица-то славная. Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Эй, баба, баба! Закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору. Что это у тебя? Бабуся, такое. Видите сами ружье. Какое ружье? Кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано. Но оно панское. Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать. Оно должно думать железное? Продолжала старуха. Железное. Отчего же оно железное? Говорит про себя Иван Иванович. А давно ли оно у пана? Может быть, и давно. Хорошая вещица, продолжал Иван Иванович. Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь? Что? Бабуся дома, пан? Дома. Что он? Лежит? Лежит. Ну, хорошо. Я приду к нему. Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улицы, нежели людей и пошел. Двор Ивана Никифоровича, хотя бы возле двора Ивана Ивановича, и можно было перелезть из одного в другой через сплетень, однако ж Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы нужно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам, в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, пока мест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался так цветами-репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой амбар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой, изнутри поднялся собачий лай. Но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо, Иван Иванович перешел в двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифоровичем. Корки арбузов, дынь, местами зелень, местами изломанное колесо, или обруч из бочки, или валявшаяся мальчишка в запачканной рубашке, картина, которую любят живописцы. Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, встала на одном месте. Перед домом карашивалась крылечка с навесом на двух дубовых столбах. Ненадежная защита от солнца, которая в то время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобрести необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению, прогуливаться только вечером. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очередных крыш. Дерев, на дворе платья, все только в обращенном виде всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет. «Помоги Бог!» сказал Иван Иванович. «А, здравствуйте! Здравствуйте, Иван Иванович!» отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на полу. «Извините, что я перед вами в натуре, Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки, ничего!» «Почевали ли вы сегодня? Спали, Иван Никифорович?» «Почевал, спал!» «А вы почевали, Иван Иванович?» «Почевал!» «Так вы теперь и встали?» «Я теперь встал!» «Христос с вами, Иван Никифорович!» «Как можно спать до сих пор?» «Я только что приехал с хутора!» «Прекрасное, жито на дороге!» «Восхитительное!» «И семя такое рослое!» «Мягкое, злачное!» «Гарпина!» «Закричал Иван Никифорович!» «Принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаной!» «Хорошее время сегодня!» «Не хвалите, Иван Иванович!» «Чтобы его черт взял!» «Некуда деваться от жару!» «А вот таки нужно помянуть черта!» «Эй, Иван Никифорович!» «Вы вспомните мое слово!» «Да уже будет поздно!» «Достанется вам на том свете за богопротивные слова-то!» «Чем же я обидел вас, Иван Иванович?» «Я не тронул ни отца, ни матери вашей!» «Не знаю, чем я вас обидел!» «Полно уже!» «Полно, Иван Никифорович!» «Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович!» «Странно, что перепела до сих пор не идут под дудочку!» «Как вы себе хотите!» «Думайте, что вам угодно!» «Только я вас не обидел ничем!» «Не знаю!» «Отчего они не идут?» «Говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича!» «Время ли не приспело еще?» «Только время кажется такое, какое нужно!» «Вы говорите, что «Жито хорошее!» «Восхитительное жито!» «За сим последовало молчание!» «Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете?» «Наконец, сказал Иван Иванович!» «Прекрасное!» «Почти новое платье!» «Загноила проклятая баба!» «Теперь проветриваю!» «Сукно тонкое, превосходное!» «И можно снова носить!» «Мне там понравилась одна вещица!» «Никифорович!» «Какая?» «Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветриваться вместе с платьем?» «Тут Иван Иванович поднес табаку!» «Смею ли вас просить об одолжении?» «Ничего, одалживайтесь!» «Я понюхаю своего!» При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя, достал рожок. «Вот голубая баба!» «Так она и ружье туда же повесила!» «Хороший табак жид делает в сорочинцах!» «Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое!» «На конупер немножко похоже!» «Вот возьмите, разжуйте немножко во рту, не правда ли, похоже на конупер!» «Возьмите, одолжитесь!» «Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья, что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно!» «Как не нужно?» «А случится стрелять!» «Господь с вами!» «Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять?» «Разве во втором пришествии вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили-то!» «Да и ваша натура не так!» «Такова уж, как у меня устроено, чтоб стрелять!» «Вы имеете осанку и фигуру важную!» «Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще?» «Что ж тогда?» «Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение!» Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно, живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. «Как он говорил!» «Боже, как он говорил!» «Да так вот нужны приличные поступки!» «Послушайте, отдайте его мне!» «Как можно!» «Это ружье дорогое!» «Таких ружей теперь не сыщите нигде!» «Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина, а теперь бы вдруг и отдать его!» «Ага, как можно!» «Это вещь необходимая!» «Как на что?» «А когда нападут на дом разбойники!» «Еще бы необходимое!» «Слава тебе, Господи!» «Теперь я спокоен и не боюсь никого!» «А от чего?» «От того, что я знаю, что у меня стоит ружье!» «Хорошее ружье!» «Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен!» «Что ж, что испорчен!» «Можно починить!» «Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавело!» «Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения!» «Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни!» «Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни!» «Как вам несовестно!» «Ваши валы пасутся на моей степи, я ни разу не занимал их!» «Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки!» «И что ж, разве я отказал, когда?» «Ребятишки ваши перерезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками!» «Я ничего не говорю!» «Пусть себе играют!» «Лишь бы ничего не трогали!» «Пусть себе играют!» «Когда не хотите подарить, так, пожалуйста, поменяемся!» «Что же вы дадите мне за него?» При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича. «Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу!» «Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят!» «Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить!» «На что мне ваша свинья?» «Разве черту поминки делать?» «Опять!» «Опять без черта таки нельзя обойтись!» «Грех вам!» «Ей Богу грех!» «Иван Никифорович!» «Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое!» «Свинью!» «От чего же она черт знает что такое, Иван Никифорович?» «Как же!» «Вы бы сами посудили хорошенько!» «Это таки ружье вещь известная, а то черт знает что такое свинья!» «Если бы не вы говорили, я бы мог принять в обидную для себя сторону!» «Что же нехорошего заметили вы в свинье?» «За кого же в самом деле вы принимаете меня?» «Чтоб я свинью?» «Садитесь!» «Садитесь!» «Не буду уже!» «Пусть вам остается ваше ружье!» «Пускай себе сгниет и приржавеет, стоя в углу в коморе!» «Не хочу больше говорить о нем!» «После этого последовало молчание!» «Говорят!» «Начал Иван Иванович, что три короля объявили войну царю нашему!» «Да!» «Говорят мне, Петр Федорович!» «Что?» «Это же за война!» «Я чего она?» «Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович!» «За что она?» «Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру!» «Вишь!» «Дурни!» «Чего захотели!» произнес Иван Никифорович, приподнявши голову. «Вот видите, увидите, а царь наш и объявил им за это войну!» «Нет!» «Примите вы сами веру Христову!» «Что ж?» «Ведь наши побьют их, Иван Иванович!» «Побьют!» «Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружья!» «Мне странно, Иван Иванович!» «Вы, кажется, человек известный ученостью, а говорите, как недоросль!» «Что бы я за дурак такой, что ли?» «Садитесь!» «Садитесь!» «Бог с ним!» «Пусть оно себе околеет!» «Не буду больше говорить!» «В это время принесли закуску!» Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом со сметаной. «Слушайте, Иван Никифорович!» «Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса!» «Ведь овса вы не сеяли!» «Этот год все равно вам нужно будет покупать овес!» «Ей Богу, Иван Иванович!» «С вами говорить нужно, гороху наевшись!» «Это же ничего!» Иван Никифорович такие фразы отпускает. «Где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса?» «Небось, бекеша своей не поставите!» «Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам!» «Как? Два мешка овса и свинью за ружье?» «Да что ж, разве мало?» «За ружье!» «Конечно, за ружье!» «Два мешка за ружье!» «Два мешка не пустых, а с овсом!» «А свинью позабыли?» «Поцелуйте со своей свиньей!» «А коли не хотите, так с чертом!» «О!» «Вас зацепи только!» «Увидите!» «Нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова!» «После разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться!» «Позвольте!» «Иван Иванович!» «Ружье — вещь благородная!» «Самая любопытная забава!» «Притом и украшение в комнате приятное!» «Вы, Иван Никифорович, разносились так со своей списанной торбою!» «Сказал Иван Иванович с досадою!» «Потому что действительно начинал уже сердиться!» «А вы, Иван Иванович, настоящий гусак!» «Если бы Иван Никифорович не сказал эти слова, то они бы поспорили между собой и разошлись, как всегда, приятелями!» «Но теперь, но теперь произошло совсем другое!» «Иван Иванович весь вспыхнул!» «Что вы такое сказали, Иван Никифорович?» спросил он, возвысив голос. «Я сказал, что вы похожи на гусака!» «Иван Иванович, как же вы смели, сударь, позабыв о приличии и уважении к чину и фамилии человека обесчестить такими поносным именем!» «Что тут поносного?» «Да чего вы в самом деле так размахались руками!» «Иван Иванович, я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком!» «Начхать я вам на голову, Иван Иванович!» «Что вы так раскудахтались!» «Иван Иванович не мог более владеть собой!» «Губы его дрожали!» «Рот изменил обыкновенное положение!» «Ижицы!» «А сделался похожим на О!» «Глазами он так мигал, что сделалось страшно!» «Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко!» «Нужно было для этого его сильно рассердить!» «Как же, как же!» «Я вам объявляю, произнес Иван Иванович, что я знать вас больше не хочу!» «Большая беда!» «Ей-богу!» «Не заплачу от этого!» «Отвечал Иван Никифорович!» «Лгал!» «Лгал!» «Ей-богу лгал!» «Ему очень было досадно это!» «Нога моя не будет у вас в доме!» «Ге-ге-ге-ге-ге!» «Сказал Иван Никифорович!» «С досадой не зная сам, что делать!» «И против обыкновения, встав на ноги!» «Эй, баба!» «Хлопща!» «При всем показались из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинных и широких стюртук!» «Возьмите Иван Ивановича за руки, да выведите его за двери!» «Как?» «Дворянина!» «Закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович!» «Осмелитесь только, подступите!» «Я вас уничтожу с глупым вашим паном!» «Ворон не найдет места вашего!» Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена. Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения, баба, разденувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную исполненную страха мину, Иван Иванович, споднятую вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута. «Спектакль великолепный!» И между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою. «Очень хорошо! Поступаете вы, Иван Никифорович!» «Прекрасно! Я это припомню вам!» «Ступайте, Иван Иванович! Ступайте!» «Да глядите, не попадайтесь мне!» «А не твой Иван Иванович! Всю морду побью!» «Вот вам за это!» Иван Никифорович отвечал Ивану Ивановичу, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Глава 3. Что произошло после ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем? Итак, два почтенные мужа, честь и украшение мир города, поссорились между собою. И за что? За вздор! За гусака! Не захотели видеть друг друга, прервали все связи между тем, как прежде были известны за самых неразлучных друзей. Каждый день бывало Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг другу знать о здоровье и часто переговариваются друг с другом с своих балконов. И говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням бывало Иван Иванович, что метовой бекеше Иван Никифорович в нанском желто-коричневом казакине отправляются почти об руку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывало иногда в мир городе, то всегда говорил Ивану Никифоровичу, берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо. Иван Никифорович, своей стороны, показывал то же самые трогательные знаки дружбы и, где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком. Примолвивши, одалживайтесь, а какое прекрасное хозяйство у обоих. И эти два друга, когда я услышал об этом, то меня как громом поразило. Я долго не хотел верить. Боже праведный, Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Такие достойные люди. Что ж теперь прочно на этом свете? Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, есть ли кобылка сена или нет. У Ивана Ивановича кобылка, соврасая, с лысенькой на лбу, хорошая очень волшатка. Потом покормит индеек и поросенков из своих рук, и тогда уже идет в покое. Где или делает деревянную посуду, он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева. Или читает книжку, печатную, у Любия Гария и Попова. Название ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавия листка, забавляя дитя. Или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивший габку, начал бронить, зачем она шатается без дела, между тем, как она тащила крупу в кухню, кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей. И когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал «Тятя! Тятя! Дай пряника!», то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда. Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже в вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, которые сварила габка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец, остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича, пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу, но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор. Как вдруг послушался голос Ивана Никифоровича «Назад! Назад! Не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились. Если бы особое происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масло в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу вечеру того же дня приехала Агафия Федосеевна. Агафия Федосеевна не была ни родственницей, ни своященницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад. Однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала в свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу. Однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок. И хотя иногда и пыталась, Агафия Федосеевна брала вверх. «Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника. Или руки их так созданы, или носы наши ни на что не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на свиву, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней невольно обыкновенный свой образ жизни. Не так долго лежал на солнце, если же и лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары. Хотя Агафия Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была не охотница до церемонии. И, когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы с кипидаром и уксусом. Агафия Федосеевна носила на голове чипец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала и ела вареные бураки по утрам и отлично хорошо ругалась. И при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины. Как только она приехала, все пошло на выворот. Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения, он тебя погубит. И хочет этот таковский человек, ты его это самое еще не знаешь. Шушукала, шушукала, проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась, когда на двор, то ее колотили чем не попало. Ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками роск на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолк только. Ой, экая скверная баба, хуже своего пана. Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью. В один день. Это возбудило Ивана Ивановича злость и желание отомстить. Он не показал, однако же, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли. Но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие. Так провел он день. Настала ночь. О, если б я был живописец! Я бы чудно изобразил всю прелесть ночи. Я бы изобразил, как спит весь мир город. Как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды. Как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак. Как мимо их несется влюбленный панамарь, и перелазит через плетень с рыцарской бесстрашенностью. Как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее. Тень от дерев ложится чернее. Цветы и умолкнувшая трава душистее. И сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков, разметавшейся на одинокой постели, чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями, снится гусарский уз и шпоры, а свет луны смеется на ее щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов. Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Столько на лице у него было написано разных чувств. Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах. Подлезший к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел. Ему показался мертвец. Но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен. Здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины его было подпилено. Как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как он рухнул на стреском. Схвативший пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствие своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался старая баба. Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке, все с дреколями, предводительствуемые Агафьей Федосеевной, шли разорять и ломать его дом. Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщении за это, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление габке поминутно обсматривать везде. Не подложено ли где-нибудь сухой соломы? Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Мергородский поветовый суд. В чем она состояла, об этом можно узнать из следующей главы. Голова четвертая о том, что произошло в присутствии Мергородского поветового суда. Чудный город Мергород. Каких в нем только строений нет. И под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянной крышей на право улица, на лево улица везде прекрасный плетень. По нему вьется хмель, на нем висят горшки. Из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы. Роскошь! Плетень всегда убран предметами, которые делают его еще более живописным. Или напяленную плахтою, или сорочкою, или шароварами. В Мергороде нет ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вешает, что ему вдумается. Если будете подходить к площади, то верно, на время остановитесь полюбоваться видом. На ней находится лужа, удивительная лужа. Единственная, какую только вам удавалось когда видеть. Она занимает почти всю площадь, прекрасная лужа. Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступившие вокруг, девятся красоте ее. Но и о тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд, дубовый он или березовый, мне нет дела. Но в нем милостливые государи. Восемь окошек. Восемь окошек в ряд. Прямо на площадь. И на то водное пространство, о котором я уже говорил. И которое городничий называет озером. Один только он окрашен цветом гранита. Прочие все дома в Миргороде просто выбелены. Крыша на нем вся деревянная и была бы даже выкрашена красную краску, если бы приготовленные для того масло канцелярские, приправившие луком, не сиели, что было как нарочно во время поста. И крыша осталась некрашенную. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры. От того, что на крыльце всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь сисное, что, впрочем, делается ненарочно. Но единственно от неосторожности просителей. Он разделен на две половины. В одной присутствие, в другой арестантское. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты чистые, выебеленные, одна передняя для просителей, в другой стол, обранный чернильными пятнами. На нем зерцало четыре стула дубовые с высокими спинками. Возле стен сундуки, кованые железом, в которых сохранились кипы ябит. На одном из этих сундуков стоял тогда сапог, вычищенный ваксою. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоннее Ивана Никифоровича, с доброю минаю, в замасленном халате, с трубкой и чашкой чая, разговаривал с подсутком. У судьи губы находились под самым носом, и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу. Сколько душе угодно было, эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. Итак, судья разговаривала с подсутком, босая девка держала в стороне поднос с чашками. В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и унылым тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья без сомнения это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор. Я нарочно старался узнать, говорил судья, прихлюбывая чай уже с простывшей чашки, каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд года два тому назад. Что вдруг испортился совсем, начал бегом, петь бог знает что. Чем далее, хуже стал картавить, хрипеть, хоть выбрось. А ведь самый сдор, это вот от чего делается, под горлышком делается бабон, меньше горошинки. Этот бабончик нужно только проколоть иголкою. Меня научил этому Захар Прокопьевич. И именно, если хотите, я вам расскажу, каким это было образом. Приезжаю я к нему, прикажете, Демьян Демьянович, читать другое, прервал секретарь, уже несколько минут, как окончивший чтение. А вы уже прочитали? Представьте, как скоро. Я и не услышал ничего. Да где же оно? Дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас? Дело казака Бакитька о краденой корове. Хорошо, читайте. Да так, приезжаю я к нему, я могу даже рассказать вам подробно, как он угостил меня. К водке был подан балык, единственный, да не нашего балыка, которым, при этом судья сделал языком и улыбнулся, причем нос понюхал свою всегдашнюю табакерку, которым угощает наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ел, потому что, как вы сами знаете, у меня от нее делается изжога, но икры отведал, прекрасная икра, нечего сказать, отличная. Потом выпил я водки персиковой, настоянной на золототысячнике была и шафранная, но шафранной, как вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо, наперед, как говорят, раззадорить аппетит, а потом уже завершить. А слыхом, слыхать, видом видать, вскричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича. Бог в помощь, желаю здравствовать, произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны, свойственную ему одному приятностью. Боже мой, как он умел обворожить всех своих обращениям. Тонкости такой я нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам свое достоинство и потому на все общее почтение смотрел, как надолжное. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с верхней губы весь табак, что всегда было у него знаком большого удовольствия. Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович, спросил он. Не прикажете ли чашку чаю? Нет, весьма благодарю, отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. Сделайте милость, одну чашечку. Нет, благодарю, весьма доволен гостеприимством, отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. Одну чашку, повторил судья. Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович. При этом Иван Иванович поклонился и сел. Чашечку, уж так и быть, разве чашечку, произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу. Господи Боже, какая безна тонкости бывает у человека. Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки. Не прикажете ли еще чашечку? Покорно благодарствую, отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь. Сделайте одолжение, Иван Иванович. Не могу. Весьма благодарен. При этом Иван Иванович поклонился и сел. Иван Иванович, сделайте дружбу. Одну чашечку. Нет, весьма обязан за угощение. Сказав что это, Иван Иванович поклонился и сел. Только чашечку. Одну чашечку. Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку. Фу, ты пропасть. Как может? Как найдется человек поддержать свое достоинство. Я Демьян Демьянович, говорил Иван Иванович, допивая последний глоток. Я к вам имею необходимое дело. Я подаю позов. При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. Позов на врага своего, на заклятого врага. На кого же это? На Ивана Никифоровича Довгачкуна. При этих словах судья чуть не упал со стула. Что вы говорите? произнес он, сплеснув руками. Иван Иванович, вы это? Видите сами, что я, Господь с вами и все святые, как вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу. Ваши ли это уста, говорят? Повторите еще. Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади? И говорит вместо вас. Что ж тут невероятного? Я не могу смотреть на него. Он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою. Пресвятая Троица, как же мне теперь уверить матушку? А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрой, говорит, вы, детки, живите между собою, как с собакой живете. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья, так друзья, то-то приятели, то-то достойные люди, вот тебе и приятели. Расскажите, за что же это? Как? Что произошло? Это дело деликатное. Демьян Демьянович, на словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот возьмите, с этой стороны здесь приличнее. Прочитайте, Тарас Тихонович, сказал судья, обратившись к секретарю. Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам с помощью двух пальцев начал читать. От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана Иванова сына Перепенко прошения А. О чем? Тому следуют пункты. Первый. Известный всему свету своими богобративными омерзения приводящими и всякую меру превышающими законоприступными поступками дворянин Иван Никифоров сын Довгачкух всего 1810 года июня седьмого дня учинил мне смертельную обиду как персонально до чести моей относящуюся так равномерно в унижении и конфузию чина моего фамилии он и дворянин и сам притом гнусного вида характер имеет бронщивый и преисполнен разного рода богохулиями и бранными словами тут чтец немного остановился чтобы снова высморкаться а судья с благоволением сложил руки и только говорил про себя что за бойкое перо господи боже как пишет этот человек Иван Иванович просил читать далее и Тарас Тихонович продолжал он и дворянин Иван Никифоров сын Довгачхух когда я пришел к нему с дружескими предложениями назвал меня публично обидным и поносным для чести моей имени а именно гусаком тогда как известно всему миргородскому повету что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен доказательством же дворянского моего происхождения есть то что в метрической книге находящиеся в церкви трех святителей записан как день моего рождения так равномерно и полученное мною крещение гусак же как известно всем кто сколько нибудь сведущ в науках не может быть записан в метрической книге ибо гусак есть не человек а птица что уже всякому даже не бывавшему семинарии достоверно известно но он злокачественный дворянин будучи обо всем этом сведущ ни для чего иного как чтобы нанести смертельную для меня для моего чина и звания обиду обругал меня онным гнусным словом второе сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую полученную мною после родителя моего состоявшего в духовном звании блаженной памяти Ивана Анисиева сына Перепенко собственность тем что противно всяким законам перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев что делалось не с иным каким намерением как чтобы усугубить нанесенную мне обиду ибо онный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще крепок но омерзительное намерение дворянина состояло единственно в том чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей ибо известно что всякий человек не пойдет в хлев тем паче в гусины для приличного дела при таком противозаконном действии две передние сахи захватили собственную мою землю доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего блаженной памяти Ивана Анисиева сына начинавшуюся от амбара и прямой линии до самого того места где бабы моют горшки третье выше изображенный дворянин которого уже само имя и фамилия внушают всякое омерзение питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме сомненные чины признаки из ниже следующего явствуют во-первых он и дворянин начал выходить часто из своих покоев чего прежде никогда по причине моей ленности его и гнусной тучности тела не предпринимал во-вторых в людской его примыкающие осамый забор ограждающий мою собственную полученную мною от покойного родителя моего землю ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет что уже явное есть к тому доказательство ибо до сего поскарит на его скупости всегда не только сальная свеча но даже когонец был потушаем и потому прошу онного дворянина Ивана Никифорова сына долгачхуха явно повинного зажигательстве в оскорблении моего чина имени и фамилии присвоение собственности апачи всего в подлом превосокуплении к фамилии моей название гусака к взысканию штрафа удовлетворения проторией и убытков присудить и самого яко нарушителя в кандалы забить и заковавший в городскую тюрьму припроводить и по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить писал и сочинял дворянин миргородский помещик Иван Иванов сын Перепенков по прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом что это вы делаете Иван Иванович Бога бойтесь бросьте просьбу пусть она пропадает сатана приснись ей возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки да поцелуйтесь да купите сантуренского с той же важностью оборотившись ко всем надеясь что моя просьба возымеет надлежащее действие и ушел оставив в изумлении все присутствие судья сидел не говоря ни слова секретарь нюхал табак канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки употребляемые вместо чернильницы и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу что вы скажете на это Дорофей Трофимович сказал судья после некоторого такого молчания обратившись к подсудку ничего не скажу отвечал подсудок эки дела делаются продолжал судья не успел этого сказать как дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие остальная оставалась еще в передней появление Ивана Никифоровича и еще в суд так показалось необыкновенным что судья вскрикнул секретарь прервал свое чтение один канцелярист фризовом подобии полуфрака взял в губы перо другой проглотил муху даже отравлявший должность фельдьегеря и сторожа инвалид который до того стоял у дверей почесывая в своей грязной рубашке с нашивкою на плече даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу какими судьбами что и как как здоровье ваше Иван Никифорович но Иван Никифорович был ни жив ни мертв потому что завязнув в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад напрасно судья кричал в переднюю чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу в передней находилась одна только старуха просительница которая несмотря на все усилия своих костистых рук ничего не могла сделать тогда один из канцелярских с толстыми губами широкими плечами с толстым носом глазами глядевшими с коса и пьяна с разодранными локтями приблизился к передней половине Ивана Никифоровича сложил ему обе руки накрест как ребенку и мигнул старому инвалиду который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича и несмотря на жалобные стоны вытеснут он был в переднюю тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку двери причем канцелярский и его помощник инвалид от дружных усилий дыханием у своих распространили такой сильный запах что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом не зашибли ли вас Иван Никифорович я скажу матушке она пришлет вам на стойки которую потрете только поясницу и спину и все пройдет но Иван Никифорович повалился на стул и кроме продолжительных охов ничего не мог сказать наконец слабым едва слышным от усталости голосом произнес он не угодно ли и вынувший из кармана рожок прибавил возьмите одолжитесь весьма рад что вас вижу отвечал судья но все не могу представить себе что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такую приятную нечаянность с просьбой мог только произнест Иван Никифорович с просьбой с какую с позвом тут одышка произвела долгую паузу ох с позвом на мошенника Ивана Ивановича и вы туда такие редкие друзья позвом на такого добродетельного человека он сам сатана произнес отрывисто Иван Никифорович судья перекрестился возьмите просьбу прочитайте нечего делать прочитайте Тарас Никифорович сказал судья обращаясь к секретарю с видом неудовольствия причем нос его невольно понюхал верхнюю губу что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия такое самоуправство носа причинило судье еще более досады он вынул платок и смел с верхней губы весь табак чтобы наказать дерзость его секретарь сделавший обыкновенный свой приступ который он всегда употреблял перед начатием чтения то есть без помощи носового платка начал обыкновенным своим голосом таким образом просит дворянин миргородского повета Иван Никифоров сын да вкочкух а о чем тому следуют пункты первый по ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству называющий себя дворянином Иван Иванов сын Перетепенко всякие пакости убытки и иные ехиднические и в ужас приводящие поступки мне чинит и вчерашнего дня пополудни как разбойник и тать с топорами пилами долотами и иными слесарными орудиями забрался ночью в мой двор и в находящийся воном мой же собственный хлев собственноручно и поносным образом его изрубил на что с моей стороны я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку он и же дворянин имеет посягательство на самую жизнь мою и до 7 числа прошлого месяца содержав в тайне сие намерения пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье находившееся в моей комнате и предлагал мне за него со свойственную ему скупостью многие негодные вещи как то свинью бурую и две мерки овса но предугадывая тогда же преступное его намерение я всячески старался от онова уклонить его но он и мошенник и подлец Иван Иванов сын выбронил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую при том же он и часто поминаемый дворянин и разбойник весьма поносный его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскую ротою стоявшую назад тому пять лет в миргороде а мужа своего записала в крестьяне отец отец и мать его тоже были беззаконные люди и оба были невообразимые пьяницы упоминаемый же дворянин и разбойник своими образами порицаниями достойная поступка превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела постов не содержит ибо накануне Филипповки сей боготступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке габки оговариваясь аки бы ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи посему прошу оного дворянина якоразбойника уреченного воровстве и грабительстве в кандалы заковать и в тюрьму в тюрьму или государственный острог припроводить и так и там уже по усмотрению лиша чинов и дворянства добре барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить проторы убытки велеть ему заплатить и посему моему прошению решение учинить к всему прошению руку приложил дворянин Иван Никифоров как только секретарь кончил чтение Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти куда же вы куда Иван Никифорович говорил ему вслед судья посидите немного выпейте чаю арышка что ты стоишь глупая девка ступай принеси чаю но Иван Никифорович с испуга что так далеко зашел от дома и выдержал такой опасный карантин успел уже пролезть в дверь проговорив не беспокойтесь я с удовольствием и затворил ее за собою оставив в изумлении все присутствие делать было ничего обе просьбы были приняты и дело готовилось принять довольно важный интерес как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсутка и секретаря а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителей кур яб яиц краю хлеба пирогов и прочего дрязгу в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила к удивлению не пирог или хлебную корку но прошение Ивана Никифоровича которое лежало на конце стола схвативши бумагу бурая хавронья убежала так скоро что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее несмотря на кидаемые линейки и чернильницы это чрезвычайное происшествие произвело страшную суматоху потому что даже копия не была еще списана с нее судья то есть его секретарь и подсудок долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве наконец решено было на том чтобы написать об этом отношение к городничему так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции отношение за номером 389 послано было к нему того же дня и по этому самому произошло довольно любопытное объяснение о котором читатели могут узнать из следующей главы глава пятая в которой излагается совещание двух почетных в мир городе особ как как только Иван Иванович управился в своем хозяйстве и вышел по обыкновению полежать под навесом как к несказанному удивлению своему увидел что-то красневшее в калитке это был красный обшелак городничего который равномерно как и воротник его получил палитру и по краям превращался в лакированную кожу Иван Иванович подумал про себя недурно что пришел Петр Федорович поговорить но очень удивился увидя что городничий шел чрезвычайно скоро и размахивал руками что случилось с ним по обыкновению весьма весьма редко на мундире у городничего посажено было восемь пуговиц девятое как оторвалось во время процессии при освещении храма назад тому года два так до сих пор десятские не могут отыскать хотя городничий при ежедневных рапортах которые отдают ему квартальные надзиратели всегда спрашивает нашлась ли пуговица эти восемь пуговиц были насажены у него таким образом как бабы садят бобы одна направо другая налево левая нога была у него прострелена в последней кампании и потому он прихрамывая закидывал ею так далеко в сторону что разрушал этим почти весь труд правой ноги чем быстрее действовал городничий своей пехотою тем менее она подвигалась вперед и потому пока мисс дошел городничий к навесу Иван Иванович имел довольно времени теряться в догадках отчего городничий так скоро размахивал руками тем более это его занимало что дело касалось необыкновенной важности ибо при нем была даже новая шпага здравствуйте Петр Федорович скричал Иван Иванович который как уже сказано был очень любопытен и никак не мог удержать своего нетерпения при виде как городничий брал приступом крыльцо но все еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился с своей пехотою которая никаким образом не могла с одного размаху взойти на ступеньку доброго дня желаю любезному другу и благодетелю Ивану Ивановичу отвечал городничий милости прошу садиться вы как я вижу устали потому что ваша раненая нога мешает моя нога моя нога вскричал городничий бросив на Ивана Ивановича один из тех взглядов какие бросает великан на пигмея ученый педант на танцевального учителя при этом он вытянул свою ногу и топнул ее об пол эта храбрость однако ему дорого стоила потому что весь корпус его покачнулся и нос клюнул перила но мудрый блеститель порядка чтобы не подать никакого вида тотчас оправился и полез в карман как будто бы с тем чтобы достать табакерку я вам доложу о себе любезнейший друг и благодетель Иван Иванович что я деловал на веку своем не такие походы да серьезно деловал например во время кампании 1807 года ах я вам расскажу каким манером я перелез через забор к одной хорошенькой немке при этом городничий зажмурил один глаз и сделал бесовски плутовскую улыбку где же вы бывали сегодня спросил Иван Иванович желая прервать городничего и скорее навести его на причину посещения ему бы очень хотелось спросить что такое намерен объявить городничий но тонкое познание света представляло ему всю неприличность такого вопроса Иван Иванович должен был скрепиться и ожидать разгадки между тем как сердце его колотилось с необыкновенную силою а позвольте я вам расскажу где был я ответил городничий во первых доложу вам что сегодня отличное время при последних словах Иван Иванович почти что не умер но позвольте продолжал городничий я пришел сегодня к вам по одному весьма важному делу тут лицо городничего и осанка приняли то же самое озабоченное положение с которым брал он приступом крыльцо Иван Иванович ожил и трепетал как в лихорадке не замедливший по обыкновению своему сделать вопрос какое же оно важное разве оно важное вот извольте видеть прежде всего осмелюсь доложить вам любезный друг и благодетель Иван Иванович что вы с моей стороны я извольте видеть я ничего но виды правительства виды правительства этого требуют вы нарушили порядок благочиния что вы говорите Петр Федорович я ничего не понимаю помилуйте Иван Иванович как вы ничего не понимаете и ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу и вы еще говорите после этого что ничего не понимаете какая животина с позволения сказать ваша собственная бурая свинья а я чем виноват зачем судейский сторож отворяет двери но Иван Иванович ваше собственное животное стало быть вы виноваты покорно благодарю вас за то что свиньей меня равняете вот уж этого я не говорил Иван Иванович ей богу не говорил извольте рассудить по чистой совести сами вам без всякого сомнения известно что согласно с видами начальства запрещено в городе тем же паче в главных градских улицах прогуливаться нечистым животным согласитесь сами что это дело запрещенное бог знает что это вы говорите большая важность что свинья вышла на улицу позвольте вам доложить позвольте позвольте Иван Иванович это совершенно невозможно что же делать начальство хочет мы должны повиноваться не спорю забегают иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси заметьте себе куры и гуси но свиней и козлов я еще в прошлом году дал предписание не впускать на публичные площади которое предписание тогда же приказал прочитать изусно в собрании пред целым народом нет Петр Федорович я здесь ничего не вижу как только то что вы всячески стараетесь обижать меня вот этого то не можете сказать любезнейший друг и благодетель чтобы я старался обижать вспомните сами я не сказал вам ни одного слова прошлый год когда вы выстроили крышу целым оршином выше установленной меры напротив я показал вид как будто совершенно этого не заметил верьте любезнейший друг что и теперь бы я совершенно так сказать но мой долг словом обязанность требует смотреть за чистотою посудите сами когда вдруг на главной улице уж хороши ваши главные улицы туда всякая баба идет выбросить то что ей не нужно позвольте вам доложить Иван Иванович что вы сами обижаете меня правда это случается иногда но по большей части только под забором сараями или коморами но чтобы на главной улице на площадь втесалась свинья это такое дело что ж такое Петр Федорович ведь свинья творение Божие согласен это всему свету известно что вы человек ученый знаете науки и прочие разные предметы конечно я наукам не обучался никаким скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни ведь я как вам известно из рядовых сказал Иван Иванович да продолжал городничий в 1801 году я находился в 42 егреском полку в 4 роте поручиком ротный командир у нас был если изволите знать капитан Еремеев при этом городничий запустил свои пальцы в табакерку которую Иван Иванович держал открытую и переминал табак Иван Иванович отвечал но мой долг продолжал городничий есть повиноваться требованием правительства знаете ли вы Иван Иванович что похитивший в суде казенную бумагу подвергается наравне со всяким другим преступлением уголовному суду так знаю знаю что если хотите и вас научу так говорится о людях например если бы вы украли бумагу но свинья животное творение божие все так но закон говорит виновный похищен прошу вас прислушаться внимательно виновный здесь не означается ни роду ни пола ни звания стало быть и животное может быть виновным да воля ваша а животное прежде произнесение приговора к наказанию должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка нет петр федорович возразил хладнокровно Иван Иванович этого то не будет как вы хотите только я должен следовать предписаниям начальства что же вы стращаете меня верно хотите прислать за нею безрукого солдата я прикажу дворовой бабе его кочергой кочергой выпроводить и мы последнюю руку переломят я не смею с вами спорить в таком случае если вы не хотите представить ее в полицию то пользуйтесь ее как вам угодно закалите когда желаете ее к рождеству наделайте из нее окорок или так съесть только я бы у вас попросил если будете делать колбасы пришлите мне парочку тех которые у вас так искусно делает габка из свиной крови и сала моя графина Трофимовна очень их любит колбас извольте пришлю парочку очень вам буду благодарен любезный друг и благодетель теперь позвольте вам сказать еще одно слово я имею поручение как от судьи так равно и от всех наших знакомых так сказать примирить вас с приятелем вашим Иваном Никифоровичем как с невежью чтобы я примирился с этим грубияном никогда не будет этого не будет Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии как вы себе хотите отвечал городничий угощая обе ноздри табаком я сам не смею советовать однако позвольте доложить вот вы теперь в ссоре а как помиритесь но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов что обыкновенно случалось когда он хотел замять речь и так городничий не получив никакого успеха должен был отправиться во свояси глава шестая из которой читатель легко может узнать все то что в ней содержится сколько не старались в суде скрыть дело но на другой же день весь мир город узнал что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича сам городничий первый позабывший проговорился когда Ивану Никифоровичу сказали об этом он ничего не сказал спросил только не бурая ли но Агафья Федосеевна которая была при этом начала опять приступать к Ивану Никифоровичу что ты Иван Никифорович над тобой будут смеяться как над дураком если ты попустишь какой ты после этого будешь дворянин ты будешь хуже бабы что продает сластены которые ты так любишь и уговорила неугомонная нашла где-то человечка средних лет черномазово с пятнами по всему лицу в темно-синем с заплатами на локтях сертуке совершенную приказную чернильницу сапоги он смазывал дегтем носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы съедал за одним разом девять пирогов а десятый клал в карман и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды что никакой чтец не мог за один раз прочесть не перемежая этого кашлем или чиханием это небольшое подобие человека копалось карпела писала и наконец состряпала такую бумагу Миргородский суд от дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна вследствие оного прошения моего что от меня дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановичем чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил и самая оная нахальная самоуправство бурой свиньи будучи втайне содержима и уже от сторонних людей до слуха дошедшись понеже оное допущение и потворство яко злоумышленное суду неукоснительно подлежит ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги из чего очевидно явствует что часто поминаемая свинья не иначе как была подпущена к тому самим противником называющим себя двориней уже уличенным в разбое посягательстве на жизнь и святотатстве но он миргородский суд свойственным ему лицеприятием тайное своей особы соглашение изъявил без какого либо соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги ибо миргородский суд прислуги весьма снабжен для сего довольна уже назвать одного солдата во всякое время к приемной прибывающего который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку но чтобы выгнать свинью и ударить ею дубиною имеет весьма соразмерные способности из чего достоверно видно потворство онва миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь он и же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван Иванов сын Перепенко приточии состоялся почему и довожу онному поветному суду я дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун надлежащее всеведение если с онной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет то я дворянин Иван Никифоров о таком оного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела дворянин миргородского повета Иван Никифоров сын Довгачхун эта просьба произвела свое действие судья был человек как обыкновенно бывают все добрые люди трусливого десятка он обратился к секретарю но секретарь пустил сквозь губы густой гм и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину которая принимает один только сатана когда видит у ног своих прибегающего к нему жертву одно средство оставалось примирить двух приятелей но как приступить к этому когда все покушения были до того неуспешны однако еще решилось попытаться один раз но Иван Иванович напрямик объявил что не хочет и даже весьма расследился Иван Никифорович вместо ответа обратился спиною назад и хоть бы слово сказал тогда процесс пошел с необыкновенной быстротою которая обыкновенно так славится судилище бумагу пометили записали выставили номер вшили расписались все в один и тот же день и положили дело в шкаф где оно лежало 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 год другой третий множество невест успело выйти замуж в миргороде пробили новую улицу у судья выпал один коренной зуб и два боковых у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек нежели прежде откуда они взялись Бог один знает Иван Никифорович в упрек Ивану Ивановичу выстроил новый гусиный хлев хотя немного подальше прежнего и совершенно застроился от Ивана Ивановича так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга и дело все лежало в самом лучшем порядке шкафу который сделался мраморным от чернильных пятен между тем произошел чрезвычайный важный случай для всего миргорода городничий давал ассамблею где возьму я кистей и красок чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество возьмите часы откройте их и посмотрите что там делается не правда ли чепуха страх перед себе что почти столько же если не больше колес стояло среди двора городничего каких бричек и повозок там только не было одна зад широкий а перед узенький другая зад узенький а перец широкий одна была и бричка и повозка вместе другая не бричка и не повозка иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху другая на растрепанного жида или на скелет еще не совсем освободившаяся от кожи иная была в профиле совершенная трубка чубиком другая была ни на что не похожа представляя какое-то странное существо совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном перекрещенным толстым переплетом кучера в серых чекменях свитках серяках в бараньих шапках разнокалиберных фуражках с трубками в руках проводили по двору распряженных лошадей что за ассамблею дал городничий позвольте я перечту всех которые были там Тарас Тарасович Ев Акимтович Ев Тихий Ев Тихиевич Иван Иванович не тот Иван Иванович а другой Савва Гаврилович наш Иван Иванович Елифрий Елифриевич Макар Назарьевич Фома Григорьевич не могу далее не в силах рука устает писать а сколько было дам смуглых и белолицых длинных и коротеньких толстых как Иван Никифорович и таких тонких что казалось каждую можно было упрятать шпажные ножны самого городничего сколько чипцов сколько платьев красных желтых кофейных зеленых синих новых перерисованных перекроенных платков лент ридикулий прощайте бедные глаза вы никуда не будете годиться после этого спектакля а какой длинный стол был вытянут а как разговорились все какой шум подняли куда против этого мельница со всеми своими жерновами шестерными колесами ступами не могу вам сказать наверное о чем они говорили но должно думать что о многих приятных и полезных вещах как-то о погоде о собаках о пшенице о чепчиках о жеребцах наконец Иван Иванович не тот Иван Иванович а другой у которого один глаз крив сказал мне очень странно что правый глаз мой кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически не видит Ивана Никифоровича господина Довгачхуна не хотел прийти сказал городничий как так вот уже слава богу есть два года как поссорились они между собою то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и где один туда другой ни за что не подойдет что вы говорите при этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе что ж теперь если уже люди с добрыми глазами не живут в мире где же жить мне в ладу с кривым моим оком на эти слова все засмеялись во весь рот все очень любили кривого Ивана Ивановича за то что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем сам высокий худощавый человек в байковом сортуке с пластырем на носу который до того сидел в углу и ни разу не переменил движение на своем лице даже когда залетела к нему в нос муха этот самый господин встал своего места и подвинулся ближе к толпе обступивший кривого Ивана Ивановича кривой Иван Иванович когда увидел что его окружило порядочное общество послушайте вместо того что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око давайте вместо этого помирим двух наших приятелей теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем да и столкнем их вместе все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом просить его во что бы то ни стало приехать городничему на обед но важный вопрос на кого возложить это важное поручение повергнул всех в недоумение долго спорили кто способнее искуснее в дипломатической части наконец единодушно решили возложить все это на Антона Прокопьевича Галапузя но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом Антон Прокопьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова даст ли ему кто из почетных людей в Мергороде платок на шею или исподнее он благодарит щелкнет ли его кто слегка в нос он и тогда благодарит если у него спрашивали отчего это у вас Антон Прокопьевич сюртук коричневый а рукава голубые то он обыкновенно всегда отвечал а у вас и такого нет подождите обносится весь будет одинаковый и точно голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходило под свет сюртука но вот что странно что Антон Прокопьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом ананковое зимою Антон Прокопьевич не имеет своего дома у него был прежде на конце города но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнидых лошадей и небольшую бричку в которой разъезжал гостить по помещикам но так как с ними много было хлопот и при том нужны были деньги на овес то Антон Прокопьевич их променял на скрипку и дворовую девку взявши придачу 25-рублевую бумажку потом скрипку Антон Прокопьевич продал а девку променял за кисет софьяновый золотом и теперь у него кисет такой какого ни у кого нет за это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах особенно тех дворян которые находили удовольствие щелкать его по носу Антон Прокопьевич любит хорошо поесть играет изрядно в дураки и мельники повиноваться всегда было его стихию и потому он взявши шапку и палку немедленно отправился в путь но идущий стал рассуждать каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею несколько крутой нрав всего впрочем достойного человека делало его предприятие почти невозможным да и как как в самом деле ему решиться прийти когда встать с постели уже ему стоило великого труда но положим что он станет как ему прийти туда где находится что без сомнения он знает непримиримый враг его чем более Антон Прокопьевич обдумывал тем более находил препятствия день был душен солнце жгло пот лился с него градом Антон Прокопьевич несмотря что его щелкали по носу был довольно хитрый человек на многие дела в мене только был он не так счастлив он очень знал когда нужно прикинуться дураком и иногда умел найдется в таких обстоятельствах и случаях где редко умный в состоянии извернуться в то время как изобретательный ум его выдумывал средства как убедить Ивана Никифоровича и уже он храбро шел навстречу всего одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его не мешает при этом сообщить читателю что у Антона Прокопьевича были между прочим одни панталоны такого странного свойства что когда он надевал их то всегда собаки кусали его за икры как на беду в тот день он надел именно эти панталоны и потому едва только он предался размышлениям как страшный лай со всех сторон поразил слух его Антон Прокопьевич поднял такой крик громче его никто не умел кричать что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу вора Ивана Ивановича посыпались к нему и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить однако это очень уменьшило его бодрость и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу глава седьмая и последняя а здрасте на что вы собак дразните сказал Иван Никифорович увидевший Антона Прокопьевича потому что с Антоном Прокопьевичем никто иначе не говорил как шутя чтобы не передохли все кто их дразнит отвечал Антон Прокопьевич вы врете ей Богу нет просил вас Петр Федорович за обед ей Богу так убедительно просил что выразить не можно что это говорит Иван Никифорович чуждается меня как неприятеля никогда не зайдет поговорить либо посидеть Иван Никифорович погладил свой подбородок если говорит Иван Никифорович и теперь не придет то я не знаю что подобать верно он имеет на меня какой-то умысел сделайте милость Антон Прокопьевич уговорите Ивана Никифоровича что ж Иван Никифорович пойдем там собралась теперь отличная компания Иван Никифорович начал рассматривать петуха который стоя на крыльце изо всей мочи драл горло если если вы знали Иван Никифорович продолжал усердный депутат какой осетрины какой свежей икры прислали Петру Федоровичу при этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться это ободрило депутата пойдемте скорее там Ифома Григорьевич что прибавил он видя что Иван Никифорович лежал все в одном и том же положении что идем или не идем не хочу это не хочу поразило Антона Прокофьевича он уже думал что убедительное представление его совершенно склонило этого впрочем достойного человека но вместо того услышал решительное не хочу отчего же вы не хотите спросил он почти с досадой великой которая показалась у него чрезвычайно редко даже тогда когда клали ему на голову зажженную бумагу чем особо любили себя тешить судья и городничий Иван Никифорович понюхал табаку воля ваша Иван Никифорович я и не знаю что вас удерживает чего я пойду проговорил наконец Иван Никифорович там будет разбойник так он называл обыкновенно Ивана Ивановича боже правый а давно ли ей богу не будет вот как бог свят что не будет чтобы меня на самом этом месте громом убило отвечал Антон Прокопьевич который готов был божиться десять раз на один час пойдемте Иван Никифорович да вы врете Антон Прокопьевич он там ей богу ей богу нет чтобы я не сошел с этого места если он там да и сами посудите с какой стати мне лгать чтобы мне руки и ноги отсохли что и теперь не верите чтобы я околел тут же перед вами чтобы ни отцу ни матери моей ни мне не видать царствие небесного еще не верите Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему коммердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и нанковый казакин я полагаю что описывать каким образом Иван Никифорович надевал шаровары как его намотали галстук и наконец надели казакин который под левым рукавом лопнул совершенно излишне довольна что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложение Антона Прокофьевича что-нибудь променять между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты когда явится Иван Никифорович и исполнится наконец всеобщее желание чтобы сии достойные люди примирились между собою многие были почти уверены что не придет Иван Никифорович городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем что не придет но разошелся только потому что кривой Иван Иванович требовал чтобы тот поставил заклад подстреленную свою ногу а он кривое око чем городничий очень обиделся а компания потихоньку смеялась никто еще не садился за стол хотя давно уже был второй час время в которой в Мергороде даже в парадных случаях давно уже обедают едва только Антон Прокопьевич появился в дверях как в то же самое мгновение был обступлен всеми Антон Прокопьевич на все вопросы закричал одним решительным словом не будет едва только он это произнес и уже град выговоров брани а может быть и щелчков готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства как вдруг дверь отворилась и вошел Иван Никифорович если бы показался сам сатана или мертвец то они бы не произвели такого изумления на все общество в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича а Антон Прокопьевич только заливался ухватившись за бока от радости что так подшутил над сею компанией как бы то ни было только это было почти невероятно для всех чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться как прилично дворянину Ивана Ивановича в это время не было он зачем-то вышел очнувшись от изумления вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие что он раздался в толщину Иван Никифорович целовался со всяким и говорил очень одолжен между тем запах борща понесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям все повалили в толовую верениц садам говорливых и молчаливых тощих и толстых потянулось вперед и длинный стол заребел всеми цветами не стану описывать кушаньев какие были за столом ничего не упомяну ни о мнишках ни о сметане ни об утрепке которые подавали к борщу ни об индейке со сливами и изюмом ни о том кушанье которое очень походило видом на сапоги намоченные в квасе ни о том соусе который есть лебединая песнь старинного повара о том соусе который подавался обхваченный весь винным пламенем что очень забавляло и вместе пугало дам не стану говорить об этих кушаньях потому что мне гораздо более нравится есть их нежели распространяться об них в разговорах Ивану Ивановичу очень понравилась рыба приготовленная с хреном он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением выбирая самые тонкие рыбы и косточки он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив творец небесный как это было странно против него сидел Иван Никифорович в одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович нет не могу дайте мне другое перо перо мое вяло мертво с тонким расщепом для этой картины лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми Каждый из них увидел лицо давно знакомое которому казалось бы невольно готов подойти как к приятелю неожиданному и поднести рожок словом одолжайтесь или смею ли просить об одолжении но вместе с этим то же самое лицо было страшно как нехорошее предзнаменование подкатился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича присутствующие все сколько их ни было за столом они они имели они от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей дамы которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том каким образом делаются каплоны вдруг прервали разговор все стихло это была картина достойная кисти великого художника наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на городничий этот час заметил это движение и велел затворить дверь покрепче тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга как только кончился обед оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок чтобы улизнуть тогда городничий мигнул Иван Иванович не тот Иван Иванович а другой что с кривым глазом стал за спиной Ивана Никифоровича а городничий зашел за спину Ивана Ивановича и оба начали подталкивать их сзади чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор пока они не подадут рук Иван Иванович что с кривым глазом натолкнул Ивана Никифоровича хотя и несколько косо однако довольно еще удачно в то место где стоял Иван Иванович но городничий сделал дирекцию слишком в сторону потому что он никак не мог управиться с своевольной пехотой но не слушавший на тот раз никакой команды и как назло закидывавшийся чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону что может происходило от того что за столом было чрезвычайно много разных наливок так что Иван Иванович упал на даму в красном платье которое из любопытства просунулось в самую середину такое предзнаменование не предвещало ничего доброго однако судья чтобы поправить это дело занял место городничего и дотянувший носом с верхней губы весь табак отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону в мир городе это обыкновенный способ примирения он несколько похож на игру в мячик как только судья пихнул Ивана Ивановича Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силою и пихнул Ивана Никифоровича с которого пот валился как дождевая вода с крыши несмотря на то что оба приятеля весьма упирались однако ж таки были столкнуты потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор пока они не решились подать друг другу руки Бог с вами Иван Никифорович Иван Иванович скажите по совести за что вы поссорились не по пустякам ли не совестно ли вам перед людьми и перед Богом я не знаю сказал Иван Никифорович пыхтя от усталости заметно было что он было весьма не прочь от примирения я не знаю что я такое сделал Ивану Ивановичу за что он порубил мой хлев и замышлял погубить меня не повинен ни в каком злом умысле говорил Иван Иванович не обращая глаз на Ивана Никифоровича клянусь и пред Богом и пред вами почтенное дворянство я ничего не сделал моему врагу за что он меня поносил и наносил вред моему чину и званию какой же я вам Иван Иванович нанес вред сказал Иван Никифорович еще одна минута объяснения и давнейшая вражда готова была погаснуть уже Иван Никифорович полез в карман чтобы достать рожок и сказать одолжайтесь разве это не вред отвечал Иван Иванович не подымая глаз когда вы милостливый государь оскорбили мой чин и фамилию таким словом которое неприлично здесь сказать позвольте вам сказать подружески Иван Иванович при этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича что означало совершенное его расположение вы обиделись за черт знает что такое за то что я вас назвал гусаком Иван Никифорович спохватился что сделал неосторожность произнес это слово уже было поздно слово было произнесено все пошло к черту когда при произнесении этого слова без свидетеля Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев в каком не дай бог видово человека что ж теперь посудите сами любезные читатели что теперь когда это убийственное слово произнесено было в собрании в котором находилось множество дам перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным поступи Иван Никифорович не таким образом скажи он птица а не гусак еще бы можно было поправить но все кончено он бросил на Ивана Никифоровича взгляд и какой взгляд если бы этому взгляду придана была власть исполнительная то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их и этот человек образец кротости который ни одну нищую не пропускал чтобы не расспросить ее выбежал в ужасном бешенстве такие сильные бури производят страсти целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче он заперся в своем доме заветный сундук был отперт и сундука из него были вынуты что же корбованцы старые дедовские корбованцы этими корбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов дело было перенесено в палату и когда получил Иван Иванович радостное известие что завтра решится оно тогда только выглянул на свет и решился выйти из дома увы с того времени палата извещала ежедневно что дело кончится завтра в продолжении десяти лет назад тому лет пять я проезжал через город Миргород я ехал в дурное время тогда стояла осень своей грустно сырою погодою грязью туманом какая-то ненатуральная зелень творение скучных беспрерывных дождей покрывала жидкою сетью поля нивы которым она так пристала как шалости старику розы старухи на меня тогда сильное влияние производила погода я скучал когда она была скучна но несмотря на то когда я стал подъезжать к Миргороду то почувствовал что у меня сердце бьется сильно боже сколько воспоминаний я 12 лет не видал Миргорода здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека два единственные друга а сколько вымерло знаменитых людей судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником Иван Иванович что с кривым глазом тоже приказал долго жить я въехал в главную улицу везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы производилась какая-то новая планировка несколько изб было снесено остатки заборов и пледней торчали уныло день был тогда праздничный я приказал рогоженую кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо что никто не обратился правда и некому было церковь была пуста народу почти никого видно было что и самые богомольные побоялись грязи свечи при пасмурном лучше сказать больном дне как-то были странно неприятны темные притворы были печальны продолговаты окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с посидевшими волосами позвольте узнать жив ли Иван Никифорович в это время лампада вспыхнула живее перед иконой и свет прямо ударился в лицо моего соседа как же я удивился когда рассматривая увидел черты знакомые это был сам Иван Никифорович но как изменился здорово ли Иван Никифорович как же вы постарели да постарел я сегодня из Полтавы отвечал Иван Никифорович что вы говорите вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду что ж делать тяжба при этом я невольно вздохнул Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал не беспокойтесь я имею верное известие что дело решится на следующей неделе и в мою пользу я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановича Иван Иванович здесь сказал мне кто-то он накрылся я увидел тогда тощую фигуру это ли Иван Иванович лицо было покрыто морщинами волосы были совершенно белые но Бекеша была все та же после первых приветствий Иван Иванович обратившись ко мне с веселой улыбкой которая лицу сказал уведомить ли вас о приятной новости о какой новости спросил я завтра непременно решится мое дело палата сказала наверное я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься потому что я ехал по весьма важному делу и сел в кибитку тощие лошади известные в миргороде под именем курьерских потянулись производя копытами своими погружавшимися в серую массу грязи неприятный для слуха звук дождь лил ливме на жида сидевшего на козлах и накрывшегося рогожию сырость меня проняла насквозь печальная застава взбудку печали в которой инвалид чинил серые доспехи свои медленно пронеслась мимо опять то же поле местами изрытое черное местами зренеющее мокрые галки и вороны однообразный дождь слезливое без просвету небо скучно на этом свете господа ох как скучно дождь